Послание Отца Абсолюта 4 октября 2024 года Участие человека в активации его ДНК Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор об активации всех 12 спиралей вашей ДНК. Я знаю, что многие из вас задаются вопросом, смогут ли они перейти в 5 измерение, если их ДНК не будет полностью восстановлено. Ответить на этот вопрос однозначно нельзя, поскольку у каждого человека происходят определенные изменения в зависимости от обстоятельств его жизни. Поэтому порой он даже способен утратить уже пробужденные нити его ДНК. И вы сами можете отследить этот процесс на своем собственном примере. Как только ваши вибрации падают, меняются структуры всех ваших тел. Тонкие тела сжимаются, а в физическом теле происходит изменение даже на клеточном уровне. Если же вам удается быстро восстановить прежний уровень своих вибраций, то все быстро возвращается в первоначальное состояние, и ваше физическое тело не успевает закрепить себе деструктивные процессы. Но если период падения ваших вибраций затягивается, то физическое тело реагирует на него уже более заметно. Объясняется это тем, что клеточная структура человека начинает энергетически соответствовать данному уровню вибраций, что и отражается на ДНК человека. Поскольку все есть энергия, пронизывающая все существо человека, начиная с его тонких тел и заканчивая ядром каждой клеточки его организма, и все это тесно взаимосвязано и взаимозависимо, то ваше психическое состояние влияет на всю эту сложную структуру, энергетическую и физическую. Именно поэтому силы света постоянно призывают вас тщательно отслеживать все свои мысли и эмоции. Если же вы будете жить по инерции в соответствии с программами и стереотипами трехмерного мира, не пытаясь выйти на новый уровень своего духовного развития, то никто не сможет вам помочь. Невозможно полностью восстановить ДНК человека, пребывающего в низких вибрациях третьего измерения, как бы ни старались это сделать ваши небесные помощники. Поэтому в столь сложном и поистине сакральном процессе необходимо и ваше долевое участие. И если человек это осознает и всей душой будет стремиться к самосовершенствованию, чтобы вырваться из плена трехмерной матрицы, то силы света обязательно придут ему на помощь. И тогда он сможет совершить переход даже с частично восстановленной ДНК, поскольку в пространстве у пятого измерения этот процесс завершится уже естественным образом, в силу того, что человек будет постоянно находиться в высоковибрационном пространстве, а значит, и его собственные вибрации теперь не будут плавать, как это было в трехмерном мире. На этом и остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта, сайт Возрождения.